Перейти вот здесь на ту сторону просто невозможно. От кинотеатра мира в сторону 4-й поликлиники. Перекрёсток Гастелло и 40 лет Октября давно вызывал недовольство жителей. Установленное ограждение и отсутствие регулируемого перехода не позволяет с удобством попасть на другую сторону. Отсюда переход получается где? Вон в Гастелло туда дальше остановка целая. Или же вон на 2-ю Октябрьскую. Целая остановка тоже. Такой променад совершить пожилому человеку сложно. На место неоднократно выезжали специалисты, изучали интенсивность движения. Но проблема оставалась. Причём коснулась безопасности человека. Ребята с Академии футбола перед носом автобуса скачут для того, чтобы уехать к себе домой. Но ведь целая ярмарка проходит. Люди с сумками наперевес тоже, нарушая все правила, идут на эту остановку. Одно из последних обращений жители сделали в общественную приёмную проекта «Безопасные дороги». Выход оказалось есть – организовать регулируемый пешеходный переход через улицу Гастелло. Городские службы нарисуют переход и установят знаки. А ГИБДД – дополнительные секции на светофоре. Перейти через улицу Гастелло. Перейти через остановки. И уже по той стороне, через улицу Гастелло. Буквы «П» будут. В самое ближайшее время, я думаю, в течение месяца этот вопрос решится. Ну вот, мы это с ними ждали. Я, как депутат, беру это дело на контроль. Вот. Я думаю, что месяц – это крайний срок. По словам Юрия Кузьменко, проблема кроется во взаимодействии между ведомствами. Ларчик открывается просто. Просто надо было собраться, договориться, потому что несколько ведомств отвечают за один перекрёсток. Как у Райкина. Кто пришивал пуговицы? Пуговицы крепко пришить не отарёшь, а пиджак – кос. Следующей точкой мониторинга стал автовокзал Тамбов на Киквидзе. Эксперты проекта продолжают наводить порядок в организации пассажирских перевозок. Около железнодорожного вокзала закрыли стоянку незаконных перевозчиков. Теперь они заключили договор с автовокзалом. На месте предстояло оценить безопасность пассажиров и пропускной режим. Сегодня всех пассажиров на автовокзале встречают металлодетектор. Особенно подозрительных просят поставить сумочку и проверяют дополнительно. Всё в порядке проходить? Спасибо. Для учёта пассажиров закупили специальное оборудование. Система контроль функционирует таким образом. Прикладывается билет, и человек фиксируется, проходит на платформу. То есть без билета пассажир пройти не может. То есть там у нас начинается зона транспортной безопасности. Однако сейчас система контроля отключена, потому что с платформ проводят посадку не только в междугородной, но и в городской транспорт. На него заранее билеты не покупают. Для режимного объекта такие пассажиры – посторонние посетители. Сегодня посадка в городской транспорт осуществляется с платформ междугородного назначения. Это, кстати, нарушает требования режимного объекта. Здесь должна быть отдельная платформа для городского транспорта. Необходимость отдельной платформы для городского транспорта – сегодня главная проблема для автовокзала. Мужчины, скажите, пожалуйста, платформа для городского транспорта нужна, но все-таки где ее будете устанавливать, к какому решению сегодня пришли? Сегодня пока ни к какому решению однозначно не придется. Самое оптимальное решение, какое мы предлагаем, руководство автовокзала, это вот здесь, напротив платформы прибытия. Логично, прибыл, прошел 5 метров, сел на автобус городской спокойника и уехал. Второй вариант потребует договоренности с руководством федеральной автодороги М6 «Каспий» – затрат на установку светофора. Высадка здесь будет оставаться, а посадка будет проходить на той стороне, здесь будет светофор с пешеходным переходом, с пешеходной фазой, и пассажиры будут достаточно недалеко, безопасно переходить улицу на светофор. Решение этой проблемы потребует время, но уже сейчас проект «Безопасные дороги» помогает наладить обратную связь между властью и обществом. Людмила Войтович, Николай Иванов, Тимофей Слатвицкий, Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова